Провести лето с пользой. Многие школьники республики предпочитают во время каникул не только отдыхать. Более 4 тысяч подростков в столице республики планируют поработать. Где и как узнавала наша съемочная группа. Курьеры, помощники рабочих профессий, упаковщики, озеленители. Это еще не весь перечень, где работают подростки в свободное время. Ребята имеют возможность работать как в своей школе, так и на крупных предприятиях города. На сегодняшний день они с удовольствием принимают подростков. Вы видите, что подростками занимаются. Занимаются и озеленители, мастера здесь. Ребят, которые получили опыт первой трудовой деятельности, в городе уже более 2,5 тысяч. Всего по плану у нас 4100 подростков за год. Пять дней по 4 часа в неделю ребята занимаются благоустройством территории. Заработную плату выплачивает предприятие из расчета минимального размера оплаты труда. Также служба занятости выделяет материальную поддержку. Ученики 20-й школы города Чебоксары работают весь год. В июне трудоустроены 20 человек. По 2 часа в день кто-то работает в вожатом в школьном лагере, а кто-то в трудовой бригаде по благоустройству пришкольных участков. Очень усердно работали над зеленением территории. То есть и пололи здесь, и поливали всякие растения. Также помогали библиотекарю с книгами. Подклеивали их периодически и расставляли по полкам. Это просто весело. То есть мы здесь с ребятами занимаемся какой-то деятельностью. И все это как бы сближает нас и помогает, мне кажется, и в будущем. Кроме приятного времяпровождения, работа летом может стать и полезной. За свою занятость ребята получают и зарплату. Анастасия Лангина, Сергей Рябчиков, Республика.